Он был увлечен во всем, и в работе, и в личной жизни. И если кто-то открещивался от статуса секс-символа, то Николай Еременко-младший таковым не был. Он любил и жил на полную катушку, словно знал, что ему так мало предначертано. Всю жизнь искал баланс в любви и отношениях. В его жизни было три главных женщины, которых он очень любил, которые родили ему детей, и именно между ними он метался. На экране он был смелым и решительным, а вот перед личными проблемами пасовал. Долго жил на две семьи, боялся признаться, приходилось врать и изворачиваться. И говорят, именно любовь погубила этого талантливого и такого красивого актера. А родился Николай Еременко-младший как раз в день всех влюбленных 14 февраля 1949 года в Витебске в семье известных актеров Николая Еременко-старшего и Галины Орловой. И первые гастроли их сына начались, когда ему едва исполнился год, потому что оставить его было не с кем, а родители должны были работать. Так и вырос Коля среди театральной среды, впитывая все происходящее рядом с ним как губка. И, соответственно, иного жизненного пути у него не было, как тоже стать актером. Он отправился той проторенной дорогой, которую хорошо знал еще с малых лет. Но нельзя сказать, что поступление далось ему легко. Он очень переживал и хотел учиться только у Сергея Герасимова. Первый год после школы он так и не отважился поступить в театральный. Сомнения тогда взяли верх. Но потом хорошо подготовился и таки стал студентом ГИКа. Но учеба не то, чтобы ему не давалось. Николай просто относился к ней халатно. Часто просыпал первые лекции, случалось прогуливал, были пересдачи и хвосты. А виной тому были увлечения. Будущий актер слыл любвеобильным юношей. Влюбляться он начал еще с детского сада. Затем в школу, а в институте он и вовсе дал волю чувствам. Влюблялся по очереди в четырех Наташ, в Белохвостикову, Бондарчук, Гвоздикову, а потом в Варинбасарову. Веселая студенческая жизнь затянула в омут с головой Николая Еременко-младшего. Часто его грозились выгнать, и тогда на помощь приходила знаменитая фамилия, а также благосклонность самого Герасимова, который стоял за юное дарование горой. Он-то видел в этом взбалмошном юноше большой талант и потенциал. Николай играл в студенческих спектаклях так хорошо, что уже на втором курсе мэтр Сергей Герасимов пригласил его для дебютной роли в свой фильм под названием «У озера» в 1969 году. Николай тогда осознал, что пришло время показать, чего он стоит, что он самостоятельная творческая единица, а не сын знаменитых родителей. Потом он снялся еще во многих картинах, но настоящую славу ему принес фильм «Пираты 20 века» в 1979 году. Этот фильм сделал Николая Еременко-младшего суперзвездой советского телеэкрана. Это был первый настоящий боевик в СССР, который очень понравился зрителям. Залы были заполнены до отказа в любое время суток. Все трюки в фильме Николай Еременко выполнял лично, без дублера, именно настоял на этом. И тогда обложка журнала «Советский экран» представила фото Николая Еременко-младшего, назвав его лучшим артистом года. А в те времена это дорогого стоило. Актер покорил сердца миллионов зрителей, особенно женщин, своей игрой и образами бесстрашных бойцов и героев-любовников. Амплуа героя-любовника он перенес и в личную жизнь, хотя женился рано, еще во времена студенческих лет, но это не мешало ему заводить романы. Но все-таки он отыскал то, которую повел под венец. Ею оказалась студентка исторического факультета в ГИКа, несколько старше по возрасту и уже имевшая опыт неудачного брака – Вера Титова. Еременко пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться ее расположения. Ведь Вера знала о влюбчивости Николая. Поженились они в 1974 году, сыграв скромную свадьбу. А на следующий год у молодоженов родилась дочь Ольга. Николай души не чаял в дочке, он настолько с трепетом относился к малышке, что довольно долго боялся брать ее на руки. А однажды, когда актер поехал за границу, Вера написала ему большой список покупок. А когда Николай вернулся домой, то ничего не купил из того, что просила жена. Огромный чемодан был до отказа забит детской одеждой невероятной красоты. Дочь Ольгу он очень любил и старался баловать. Через время семья, конечно, узнает и о второй дочери Николая Еременко Татьяне, но это было уже несколько позже. Вера была очень мудрой и умной женщиной. А еще она просто безгранично любила мужа. Не устраивала ему скандалы, хотя до нее постоянно доходили слухи о его изменах. Даже делала вид, что полностью ему доверяет. Так она долго закрывала глаза на роман ее мужа и композитора Ирины Грибулиной. А те одно время вместе гастролировали, написали песню, на которую был снят один из первых клипов в стране. Вместе создавали кино и музыкальные вечера. Их творческий дуэт существовал два года. Мало того, что с Ириной Вера очень дружила и каждый раз, когда артисты возвращались с гастролей домой, то звала на ужин Игорь Булину. А для Николая Ирина стала не просто увлечением. Он очень красиво ухаживал. И сама Ирина говорила, что так могут ухаживать только творческие, романтические и очень влюбленные люди. И однажды он все-таки сделал ей предложение. А Ирина отказалась, посчитала, что не сможет потом жить с чувством вины по отношению к вере, с которой была очень дружна. А Николай очень переживал, уходил тогда в запои, терзал себя и говорил, чтобы Ирина не разрушала те чувства, которые, возможно, бывают лишь однажды в жизни. Но зато нашлась та, которая все-таки практически увела Николая из семьи. И ею оказалась Татьяна Масленникова, девушка, которая случайно ошиблась дверью, а, возможно, и не случайно. Но она тогда не признала знаменитость, а Николаю девушка понравилась, и он пустил в ход все свои чары. Их тайный роман длился более десяти лет. Николай метался между двумя семьями, не мог оставить Веру с любимой дочкой, а также не мог расстроить отца, который еще давно поставил сына в известность, сказав, что Ереминки не разводятся. И в то же время любил Татьяну, которая родила ему дочь, внебрачную дочь. А потом появилась третья, Людмила, молодая ассистентка режиссера, с которой актер познакомился на одной из съемочных площадок. Сразу предупредил, что женат и имеет любимую женщину с внебрачным ребенком. Поэтому их отношения могут быть длиною только в один съемочный процесс. Людмила согласилась, и они потом расстались. Но прошло время, и Николай почему-то сам разыскал ее, предложил продолжить отношения. К тому моменту Еременко, видимо, уже окончательно запутался в отношениях, в поисках своего счастья. Попросил развод у Веры после 25 лет брака. Обещал жениться на Людмиле, по крайней мере, она потом так уверяла, и хотела, чтобы она родила ему сына. Но, увы, сын родиться не успел. Неразбериха в личной жизни, стрессы и алкоголь, конечно же, оставляли отпечаток на здоровье актера. Но Вера и Татьяна за много лет уже знали, какое лекарство нужно Николаю, чтобы ему стало легче. А вот Людмила была не в курсе. И именно в тот злополучный день, когда Николаю стало плохо, он находился у нее и отказывался, чтобы Людмила вызывала скорую. А когда кто-то из знакомых узнал, что ему плохо, скорая все-таки приехала и увезла актера в больницу, где обнаружился инсульт. И Николай впал в кому, из которой больше не выбрался. В 2001 году Николая Еременко-младшего не стало. Ему было всего лишь 52, и он всегда производил впечатление крепкого, энергичного мужчины, готового горы свернуть. Поэтому новость о смерти актера всех просто ошарашила. Вся эта драма, любовная ситуация, метание между тремя женщинами разъедала Николая изнутри. Он до самого конца не мог решить, что ему делать дальше, и топил свое состояние в алкоголе. Звезда кино просто не мог остановиться ни в любви, ни с выпивкой, и поэтому ушел так рано.